Дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, хороший псалом мы пропели «Дом небесный, где быть желаю». И, конечно, каждый из нас верующий человек, христианин, а верующие, в принципе, все люди, живущие здесь на земле сейчас, потому что сейчас единицы, только неверующие. Но вы знаете самое основное, что все желают жить вечно в Царстве Божьем. И вчера, буквально, когда мы проводили служение в селах, и задал вопрос, говорю, «А есть у вас в селе, которые умерли, и вы не сказали «Царство небесное»?» Они так посмотрели, «Ну, кого-нибудь вы предложили или сказали, что этот человек будет в аду?» Вы знаете, они сразу опешили от этого вопроса. Конечно, все люди, все, они желают быть в Царстве Небесном. И когда человек умирает, они делают все, все ритуалы, чтобы человек попал их не родственник куда? В Царство Небесное. И они об этом отпевают, молят, нанимают людей, чтобы те молились за них, чтобы Бог взял их в Царство Небесное. Но вы знаете, сегодня прекрасная тема в вашей церкви, что мы должны отличаться от мира. Почему? Потому что небесные люди, небожители, они должны отличаться от мира. И вы знаете, это очень важно. И апостол Павел Колоссянам в третьей главе пишет, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте, а не о земном. И вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богом. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Дорогие братья и сестры, вы знаете, апостол Павел говорит, что мы умерли здесь для мира сего. И что мы должны больше всего помышлять здесь о земном, как устроить свою жизнь, как бизнес наш пойдет, как побольше нам денег заработать или еще что-либо. Вы знаете, апостол Павел говорит, не помышляйте о земном. Вспомните слова Иисуса Христа, который говорил, что не беспокойтесь за собой, потому что Отец Небесный, ваш Отец Небесный, он будет заботиться о вас. Апостол Павел говорит, помышляйте о горнем. Вы знаете, мы должны отличаться от всего мира во всем. И в своих поступках, и в своих поведениях. Мы вчера, когда уже приехали в Мариуполь, едем уже, ну так оно, солнце, жара, конечно. Но все равно обратил я внимание на одну молодую женщину, которая шла с четырьмя детьми и так ласково по телефону, видно, разговаривала, по лицу было, видно, так улыбалась. И вот девочка лет там шесть, семь, наверное, ну не больше. Она что-то там сделала, что-то неправильно, что-то, я не понял так, и что. Я смотрю, это улыбающая женщина, симпатичная, красивая. Вы знаете, она оставила телефон, и вид лица ее изменился до неузнаваемости. И было слышно даже в машину ее брань на этого маленького ребенка. Вы знаете, человек сразу изменился, буквально вмиг тут улыбалась, и тут, вы знаете, совсем, совсем иной человек. И губы совсем другие, глаза такие, знаете, казалось бы, сейчас съесть этого человека, этого ребенка. Но вы знаете, вид лица изменился. Мы сегодня, не сегодня, на этой неделе, христиане уже, те, которые пользуются не православным календарем, а то они празднуют праздник преображения уже, уже несколько недель. И мы в эту среду тоже будем весь христианский мир, потому что мы здесь живем, и нам без разницы, какое число, но нам самое главное, факт тот, это событие. И вы знаете, когда немножко другой раз не понимаешь наших христиан, вы сами это поймете, кто придет в среду на служение, на праздник преображения, когда будете говорить об этом празднике, вы посмотрите, что многие христиане, верующие люди, члены церкви, они равнодушны к этому празднику. Ну, праздник Пасхи, да, Рождество, да, вы знаете, это такие события от преображения Христова. Оно как-то вроде как незначительно, и оно стирается. Но мне хотелось бы сегодня все-таки затронуть и эту тему, и здесь тоже евангелист Лука об этом пишет, и евангелист Марк, и евангелист Матвей, они пишут об этих событиях, о преображении. И я читаю Евангелие Куки 28-29 стих. «После сих слов дней через восемь взял Петра и Анна и Акова, взошел он на Ору помолиться, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою блистающая». Вид лица его изменился. Нашего Господа Иисуса Христа, это увидели ученики, апостол Петр, апостол Иаков и апостол Иоанн. И вы знаете, они увидели, что вид лица его изменился. Мы с женой часто, ну не часто, но несколько раз в год, может, раз, два года в год, может быть, когда гости приезжают, еще раз, может, любим посмотреть старые альбомы наши, старые фотографии. И вы знаете, в другой раз смотришь и так задумываешься, обращаешь внимание, когда ты был молодой, когда твои близкие, родные были молодые, когда знакомые твои были такие, вы знаете, ну не как сейчас, на сегодняшний день. Да, на сегодняшний день мы просто, знаете, возмужали, мы просто постарели, мы просто посидели, у нас просто повыпадали зубы, мы просто немощные стали. Но вы знаете, мы изменились, как были 30-40 лет назад. У нас в церкви в эту субботу будем отмечать 70 лет основания нашей поместной церкви, когда зарегистрировали ее. 70 лет и церковь, Павел Иванович, сейчас он приехал уже, и он попросил меня, говорит, приглашай из Лифани, и особенно он просил и Василия Ивановича, говорит, чтоб из слова там сказал, чтобы пришли. У нас служение будет в 3 часа, и оно где-то будет, может, 2-3 часа займет в субботу. И можете прийти часик-два, побыть и приехать сюда еще и на свое служение успеть. А если понравится, останетесь там, но мы вас всех приглашаем. Ну, я не к тому говорю, но у нас есть там стенд, такая история церкви, и там тоже фотографии наши служители, наши сестры, там братья, там, ну, разные там бы фотографии. И, вы знаете, часто подходишь, смотришь, разглядываешь и вспоминаешь, неужели это та сестра, которая вот там сидит в третьем ряду, неужели это она? Вы знаете, мы меняемся, мы меняемся и очень быстро так меняемся. Как-то у одного философа спросили, когда человек начинает стареть? И он, вы знаете, ответил, когда он начинает перебирать в пище. Когда думает, что вот это полезно, а это не полезно, значит, уже начинает стареть. Но я читал еще давно, ученые в советское время еще, ученые сказали, что человек начинает стареть с 25-30 лет. Разные, знаете, ученые, разные говорят даты, но не больше 30 лет. Именно до этого возраста человек, вы знаете, он растет. А потом уже идет процесс старения. И, вы знаете, ну, а на другой раз и хочется согласиться с учеными, но на другой раз принимаешь во внимание, и я соглашаюсь со многими братьями, которые говорят, что процесс старения людей идет после 33 лет. Почему после 33 лет? Потому что это возраст нашего Господа Иисуса Христа. Это возраст нашего Иисуса Христа. В этом возрасте Он пострадал на кресте. В этом возрасте Он воскрес. В этом возрасте Он победил грех там на Голговском кресте и взошел на небо. Вы знаете, когда думаешь об этом, и я никогда, кто бы меня не убеждал бы, я ни с кем бы не согласился, ни с одним ученым, ни с одним человеком, что Иисус Христос и тело Иисуса Христа, которое было человеческое в нем, что процесс старения, Он захватил его. Я не верю в это, и я убежден, что процесс старения в теле Иисуса Христа не было. И оно не постигло. Потому что процесс старения, он, это как Библия нам говорит, это последствия греха. После того, как человек согрешил, только тогда тело стало стареть. Только тогда человек стал умирать. Но до того, как человек не грешил, они жили. Жили и были совершены в Едемском саду, мы об этом знаем. И вы знаете, Иисус Христос, Библия нам говорит, что Он без греха. Что Он не согрешил, и в Нем не было греха. И вновь, вы знаете, ученики, когда проходили и увидели одного слепого, они говорят, кто согрешил, Он или родители Его. То есть процесс старения может затронуть и болезнь затронуть человека за грехи родителей. Но Иисус Христос говорил, что не Он, не родители. И вы знаете, что Отец у Иисуса Христа, кто родил Иисуса Христа, Мария, и зачала она от Духа Святого. И мы понимаем, что Отец Иисуса Христа, Сына Человеческого, есть Бог. И в Нем не было греха. И мы в Библии не находим, что Он болел, или что Он был немощен, или да, Он уставал как человек, но болезней в Нем не было, потому что Он был без греха. И вы знаете, наши болезни – это последствия всех грехов наших, людских наших. И мы читаем, вид лица его изменился там на горе Преображения. И вы знаете ли, лица не изменился так, как изменился на той девушке, не изменился так, как наши лица меняются на фотографии. Там было совсем по-другому. И я хочу прочитать этот отрывок полностью. Я читаю с 28 стиха, еще раз прочитаю это, это место Священного Писания. После своих слов, дней через восемь, взял Петра, Иоанна, Иакова. Зашел он на гору помолиться, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающая. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. И, бывшись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягочены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кучи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашившись, когда вошли в облако, «И был из облака глаз глаголичий, сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Вы знаете, мы часто это место, Священное Писание читаем и слышим из проповедей, но в другой раз непонятно, в другой раз, а что здесь непонятного, ну, преобразился Иисус Христос, ну, и на этом, знаете, вроде и весь праздник. Ну, а чтобы больше понять, уразуметь, почему там оказались именно эти три апостола, почему это произошло там, Иисус Христос преобразился перед учениками, вы знаете, Он мог бы сам бы взойти на гору, как делал Он это много-много раз, и там Он встретился бы и с Ильей, и Моисеем, и там бы они Его укрепляли, и там бы они с Ним говорили, но вы знаете, Иисус все-таки взял туда своих троих апостолов. И мы прочитаем для того, чтобы немножко было понятнее рассуждать над этим местно-священное Писание. Я читаю чуть выше, Ивангелие, Луки, 9 глава, 18 стиха. «В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их, «За кого почитает Меня народ?» Они сказали в ответ за Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, «А вы за кого почитаете Меня?» Отвечал Петр. «За Христа Божия». Знаете, дорогие братья и сестры, когда это Петр сказал от имени всех учеников, что они почитают Его за Христа Божия. «Ты Христос, Сын Бога Живого», говорит евангелист Матвей, пишет, что апостол Петр именно так сказал. И вы знаете, они исповедовали Иисуса Христа, что Он не просто пророк, что Он не просто целитель, что Он действительно Мессия, Сын Божий, Христос Божий, Сын Божий. И вы знаете, это очень важно, когда ученики, они приняли Его за Мессию. Они исповедовали Иисуса Христа, что Он действительно Тот, за Которого Себя выдает. И вы знаете, это очень важно. Это важно потому, что цель всех четырех евангелий написать о том, что Иисус Христос действительно Сын Божий. Апостол Иоанн в своей евангелии в конце, в конце Евангелия, 20 главе, последним стихом говорит, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Дабы вы уверовали». Дорогие братья и сестры, мы знаем и слышали много об Иисусе Христе. Мы знаете, мы в другой раз не сомневаемся, что Иисус Христос был. Но вот когда начинают спрашивать, что Он действительно ли Бог, у нас в сердце в другой раз закрадываются сомнения. Но вы знаете, все евангелия, цель всех евангелий построена именно на том, чтобы мы уверовали, что Иисус Сын Божий. И вы знаете, действия, события эти, которые прошли на горе преображения, это подтверждение веры учеников. Ученики уверовали, что Иисус Христос Сын Божий. А там на горе преображения было, знаете, проявление веры. Господь позволил им увидеть именно ту славу о том, чтобы их вера подтвердилась видением. И они это видели, и ученики, их вера была подтверждена этим. Они увидели действительно Иисуса Христа в славе Божьем. И они действительно поняли, что это тот, который выдает себя за Сына Божия. Это не просто слова, а это действительно действия эти. И они увидели это. И вы знаете, когда Иисус Христос после этих событий, Он начал им открываться, Он начал говорить, что должно произойти с Ним. И мы читаем Евангелие от Марка. Здесь Марк пишет. И начал учить их, я читаю 8 глава с 31 стиха. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И говорил о всем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись, взглянул на учеников своих, воспретил Петру, сказал, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Дорогие братья и сестры, мы видим, что Иисус Христос, тогда, после того, только когда ученики исповедовали Его, поверили Ему, что Он действительно Сын Божий, что Он действительно Мессия, Он стал открываться им и говорить, что с Ним должно произойти, что Ему надо пострадать, а потом быть умершему. И вы знаете, что вы сами можете представить, что произошло внутри, в сердцах учеников, которые были рядом с Иисусом Христом. Они три года с Ним ходили, они, знаете, мечтали, каждый, знаете, о своем бизнесе, каждый о своем, знаете, заработке. Они оставили семьи свои и пошли с Иисусом. Вы знаете, они думали о земном, но не о Божьем. А тут, как снег на голову, Он говорит, что надо Ему умереть. Господи, зачем это? И мы видим, что апостол Петр, он начал сразу прикословить. И сразу, да не будет это с Тобою. Еще рановато умирать. Мы хотим еще пожить. Зачем же ж мы ходили? Вы помните, после воскресения, когда два ученика и шли в Ивамус и говорили, а мы то думали, а мы то думали, вы знаете, многие думают, что вот они пройдут в церковь, станут членами церкви, и Бог благословит их, и Бог даст им и двухэтажные дома, и машины, и все, все, все. Все у них будет. Вы знаете, люди думают о земном больше, чем о небесном. Я знал одну сестру, она пришла, но потом ее уже нету, потому что она не была никогда сестрой. Она говорит, я думала, что мне начнут помогать, а мне никто не помогает. Вы знаете, и ученики думали здесь о царстве земном, но не о царстве небесном, о чем говорил Иисус Христос. Они делили портфели, они уже думали, кто займет какую посаду, кто каким будет, вы знаете, министром может быть. Они думали, кто будет по правую, кто по левую сторону, сидеть у Иисуса Христа. Но, вы знаете, Иисус Христос, Он взглянул на учеников, и Он, вы знаете, в ободрении им, наверное, сказал эти слова, которые записаны, 27 стих, Иван Леотлуки, в 9 главе читаю. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не укусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Казалось бы, Господь поднимает ихний дух, что увидите Царствие Божие. И 26 стих Он говорит, ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий, постыдится, когда придет во славе Своей и Отца святых ангелов. Мы вначале прочитали Колоссянам, где апостол Павел говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Христос говорит, что настанет тот день, однажды Он явится с ангелами, после того, как умрет, Он явится за Церковью Своею, что Он явится во славе, и мы с Ним во славе. Но вы знаете, их, оно больше учеников тревожило здесь земное, но не горня, но небесное, но не царство небесное. И вот Иисус Христос, Он берет трех учеников и ведет на гору преображения. И там Он показывает им славу. Он показывает, что Он есть на самом деле. Ученики были евреи, и они знали о Мессии, они много слышали от пророков, что придет Мессия, но о смерти Мессии они слышать не хотели. Они просто-напросто не принимали это, что Мессия должен умереть. И вот мы видим славу Его, слава Его, которая явилась там на горе преображения, она лягла в сердца учеников. Они уверовали, они увидели, да, будут падения, да, будут отречения, да, будут, которые они будут ошибаться, будут падать здесь на земном пути, но всегда они будут знать. Они скажут, что а мы слышали, а мы видели. И мы видим, знаете, что здесь, в этом повествовании, мы видим, что и вот два мужа беседовали с ними, с ним, которые были Моисей и Илья. Вы знаете, апостолы увидели этих двух мужей, они увидели и даже больше того, они услышали, потому что они об этом потом сказали, это было, это написано в Евангелии. И явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Они говорили с Иисусом о смерти Его, о подвиге Его там на Голговском кресте. Они Его укрепляли, они Его подготавливали к этому. И они услышали это. И вы знаете, больше того, даже услышав, увидев, Петр все равно не понял, не понял, и вы знаете, дальше написано, Петр же и бывшие с ним были отяжены сном, но пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с ним, и когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил. Вы знаете, действительно, апостол Петр не понимал, что говорил. Он все равно, вы знаете, эту смерть, о которой говорил Илья и Моисей, беседовали с Иисусом, ни с ними, ни с апостолами. Они не подошли к апостолам и не уговаривали их, и не говорили, что вашему наставнику, Мессии, вашему Господу Иисусу Христу придется страдать в Иерусалиме, умереть, быть распятым. Они не говорили, они разговаривали с Иисусом, они как будто здесь апостолов не было. Но апостолы все это слышали, и Петр говорит, сразу не понимая, что он понял, что они находятся в Царстве Божьем. И он знает, что говорит, построим три кучи, праздник кущей, будем праздновать здесь уже, здесь, потому что Царство Божие уже настало для них. Но вы знаете, он не понимал, что говорил. Он отбрасывал эту смерть об Иисусе Христе, и только когда Он сказал, когда же Он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глаз глаголющий, сей есть Сын, Мой возлюбленный, Его слушайте. Вы знаете, как мы знаем эти три апостола, и все апостолы были иудеи, евреи, и они и знали от пророков, что Бог являлся народу израильскому и в свете, и в огне, и в облаке. Когда народ израильский выходил из Египта, Бог сопровождал их. Ночью столб огня был, днем было облако. Это было знамение, что Бог присутствует здесь народом израильским. И Бог здесь, на горе преображения, тоже из облака произнес эти слова. И они поняли, что это Бог. Они не сомневались, что они услышали, что сей есть Сын, Мой возлюбленный, Его слушайте. Слушайте то, что Он говорит, что Ему нужно пострадать и умереть за людей, всех живущих здесь, на этой греховной земле. И вы знаете, когда ученики это услышали, тогда осознали, что слава Божья может прийти только через победу Иисуса Христа там, на Гологофском кресте. Слава Божья только может прийти через смерть Иисуса Христа. И вы знаете, дорогие братья и сестры, все это лягло в сердце у апостолов и учеников. И по воскресенье, по воскресенье Иисуса Христа они рассказали об этом всем ученикам. Почему их было трое? Потому что в законе Моисеем, в Левитах мы читаем, по свидетельству двух или трех человек можно принимать какое-либо свидетельство. И тогда только оно признает. Поэтому три ученика было там, и они засвидетельствовали, что Иисус Христос есть действительно Сын Божий, Иисус Христос есть действительно Мессия. Дорогой брат и сестра, дорогая душа, кто посетил сегодня, может, церковь, поместную, веришь ли ты в Иисуса Христа? За кого ты почитаешь Иисуса Христа? И если ты почитаешь Его за Сына Божьего, за Мессию, за Царя, Царство Божие, если ты хочешь быть в Его Царстве, ты должен быть похожа на Иисуса Христа. Ты должен был быть изменен и в поступках своих, и в одежде своей, и в еде своей, и в жизни своей, чтобы свет твой сиял среди этого мира. Пусть Господь благословит нас и укрепит, чтобы мы могли пройти достойно жизнь здесь, на этой греховной земле, чтобы нам, когда мы придем во славе Божьей, там, однажды, с Иисусом Христом, чтобы мы не сожалевали ни об одном прожитом дне здесь, на этой греховной земле, среди этого греховного мира. Субтитры создавал DimaTorzok,